По итогам прошедшей недели в отделение скорой помощи поступило 194 вызова. В круглосуточный стационар направлено 108 человек. Повышение заболеваемости ОРВИ фиксируется на обычном уровне. Кроме того, обсуждалось состояние городского пляжа. Завершающей стадии капитального ремонта этого места отдыха станет вывоз строительного мусора. Эти работы будут завершены в ближайшее время. Важной задачей для муниципалитета остаётся вопрос городского автовокзала. 25 декабря между муниципальным бюджетным учреждением службы благоустройства и конкурсным управляющим заключен договор на безвозмездное использование данного имущества на 11 месяцев. Сейчас там ведутся работы, в принципе подходят уже к завершению по проведению в порядок освещение, ремонт санузлов, установка видеонаблюдения. Финалом проводимых работ станет открытие КАС в зале автовокзала. Более подробная информация и достигнутые результаты будут известны в ближайшее время. Ближе к концу января, это начало февраля, мы берём запасы, чтобы мы вокзал откроем. Будущих первоклассников и их родители приглашают на дни открытых дверей в десногорских школах. Желающих там ждут 25 и 26 января. 25 января в первой и четвёртой школе в 11.00 и 26 января во второй и третьей тоже в 11.00. Также подведены итоги первого этапа голосования по программе формирования комфортной городской среды на 2021 и последующие годы. С 20 декабря по 20 января на сайте муниципалитета десногорцы могли выбрать территорию для будущего благоустройства из предложенных городских участков. Большое количество голосов десногорцами было отдано за территорию набережной утропы Старовой, второй микрорайон. 42,6% голосов. Второе место заняла спортивная площадка у дома 2-3, третий микрорайон 12 и 4% голосов. И третье место – это пешеходная зона у домов 14, 16, 19, второй микрорайон 10 и 1% голосов. Условия проведения второго заключительного этапа голосования будут известны в ближайшее время.